Привет! Добро пожаловать на мой канал, где мы говорим об осознанном уходе за кожей. Сегодня я закрываю один из своих долгов перед вами. Будем говорить о бренде DERMA-E, о котором я не успела поговорить в этом году. И это видео, пожалуй, понравится тем людям, которые больше всего любят и ценят формат пустых баночек. Потому что большинство из продуктов, которые я сегодня вам покажу, они уже успели закончиться. Итак, давайте же скорее поговорим об этом замечательном бренде. А бренд действительно замечательный. Продается он на сайте iHerb. Ну, наверное, за границей не только, но нам он доступен, если заказывать его на сайте iHerb. И продается уже достаточно давно. И многие из вас, и я в том числе, знакомы с этим брендом уже длительный период времени. И успели за это время хорошо понять, на что этот бренд способен. С какой линейки я бы рекомендовала вам начинать свое знакомство? Во-первых, я бы хотела порекомендовать вам познакомиться с очищением от бренда DERMA-E. Потому что я думаю, что вы будете удивлены и приятно порадованы тем эффектом, который дает очищение. Знаете, как говорят, театр начинается с вешалки. Я считаю, что любой уходовый бренд начинается с очищающих продуктов. Если очищение вам понравилось, вы можете дальше смело продолжить свое знакомство с каким-то брендом. Очищающих средств у меня было несколько. Но вот сейчас передо мной два практически пустых флакона. Это DERMA-E, пенка для умывания из их линейки с альфа-липоевой кислотой. Не буду на ней останавливаться. Скажу лишь, что вот такие вот пенки с дозатором от бренда DERMA-E, они все с дозатором. Они все удивительно мягкие. При этом прекрасно очищают кожу. Вообще сам бренд, он позиционирует себя как достаточно натуральный. У него действительно очень много натуральных компонентов в составе. Но тем не менее, они не брезгуют и какими-то синтетическими активами в виде, например, синтетического витамина С или ретиноидов и так далее. Поэтому говорить о том, что бренд DERMA-E это натуральный и уж тем более органический бренд, мы не можем. Но то, что этот бренд соответствует каким-то этическим принципам, не тестируется на животных, и у него действительно хорошие составы, без лишней химии, давайте назовем это так, это действительно точно. Вот очищение, да, вы можете совершенно смело от этого бренда пробовать, оно совершенно замечательное. Новинка, которая появилась у этого бренда, это ультра увлажняющая пенка для умывания. Обратите, пожалуйста, внимание, что какие-то трудности перевода. На сайте написано, по-моему, что эта пенка щелочная. Ну, конечно, ни один производитель в своем здравом уме не будет производить никакие щелочные пенки, потому что это только вредит коже и вообще не имеет практически показаний, кроме определенных дерматологических заболеваний, когда действительно кожу искусственно защелачивают. Но в массовые производства, да, конечно, такие продукты не запускаются. Эта пенка никакая не щелочная и вообще к щелочному, чему бы то ни было, не имеет никакого отношения. Она увлажняющая на основе гриба Тремела. Как я люблю этот гриб, я уже вам говорила не раз. В общем-то, за два его свойства, благодаря тому, что в этом грибе содержится гиалуроновая кислота, биоидентичная, назовем ее так, гиалуроновая кислота в коже человека, он увлажняет. И этот гриб создает на поверхности кожи как бы такой барьер, защитную пленочку. Ни в коем случае это не ощутимо, то есть это такие тонкие биохимические процессы. Но очень многие люди, которые начинают использовать очищение с грибом Тремела или даже увлажнение с грибом Тремела, они начинают замечать, что черных точек, например, стало меньше. Вот какое отношение, скажите мне, пожалуйста, это пенка, в которой только увлажняющие, смягчающие компоненты. Она очень нежная, пенится она за счет вот этого дозатора, да, а не за счет каких-то павов. Вот с чего вдруг она решает проблему черных точек? А именно вот по той причине, потому что вот эта вот пленочка, она как бы изолирует содержимое поры от кислорода, от окружающей среды. И содержимое поры из-за этого не окисляется. Вот как это работает. Пенка совершенно замечательная, одна из моих самых любимых сейчас. У нее 100% есть шансы попасть в фавориты года, она совершенно удивительная. Поэтому если вы хотите познакомиться с брендом Дерма Е, не знаете с чего начать, как познакомиться с этим брендом, как к нему подойти, начните с очищения. Впрочем, вы можете начать и с тонизированием. Опять же, у меня был тоник и полностью закончился, и куда-то я выкинула эту коробочку, баночку. Из их альфа-липоевые, из вот этой вот линейки, тоники у Дерма Е совершенно замечательные. Вот кто любит тоники, которые полностью впитываются, которые не оставляют никакой пленки на лице, но при этом прекрасно работают и делают, в общем-то, то, что и должен делать тоник, то Дерма Е вам понравится точно. Выбирайте, у них есть разные варианты. У них есть вариант с гликолевой кислотой, например. У них есть линейка с витамином С. То есть там тоже такие же водянистые, но при этом очень эффективные тоники. То есть Дерма Е в этом плане, они огромные молодцы. Вот такой вот базовый уход, если вы хотите для знакомства, вам прекрасно подойдет. В линейке с альфа-липоевой кислотой, если мы говорим про их очищение и тонизирование, у них хороший очень состав. Он также подходит людям, у которых, например, розация или купероз, потому что туда входят компоненты, укрепляющие сосудистую стенку, тот же самый экстракт хвоща. Альфа-липоевая кислота входит и в тоник, и в средства для очищения кожи, антиоксиданты, смягчающие компоненты. То есть состав там действительно примечательный. Следующий продукт, раз уж мы заговорили с вами о линейке с альфа-липоевой кислотой, это вот такая вот сыворотка с альфа-липоевой кислотой. Обратите, пожалуйста, внимание, что во все продукты с альфа-липоевой кислотой входит компонент, который называется DMAE. Если вы решили использовать этот продукт, то, скорее всего, он, конечно, подойдет для более зрелой кожи 35+, 40+. То есть это не продукт для молодых девочек, хотя альфа-липоевая кислота сама по себе, она в возрасте 25 лет, например, не противопоказана. Но этот компонент, состоящий из этих четырех букв, компонент сложный, противоречивый, о нем мы будем говорить, скорее всего, в январе, по моему плану. Я вам расскажу, что думает наука по этому поводу и как правильно его использовать, насколько это безопасно или, может быть, опасно. Об этом обязательно с вами поговорим. Итак, сыворотка. Сыворотка у них в упаковке с дозатором, то есть очень удобная упаковка. Она на основе три глицеридов и глицерины жирных спиртов, масла макадамии на первом месте. То есть она ощущается как достаточно увлажняющая, смягчающая кожу, но при этом она умеренно легкая. То есть я не скажу, что это самый легкий продукт, который я пробовала за свою жизнь, но ощущается она на коже хорошо. Никакой жирной пленки, никакого дискомфорта, никакого прения по тени или чего-то такого. Сюда же входят успокаивающие компоненты, например, провитамины В5, например, экстракт ромашки, обязательно альфа-липоевая кислота, обязательно антиоксиданты, стабильные формы витамина Е. То есть состав прекрасный. Я покупала в первую очередь эту линейку из-за того, чтобы попробовать альфа-липоевую кислоту. И я вообще считаю, что эта линейка от Дермо Е, она одна из лучших с альфа-липоевой кислотой. Она действительно очень хороша, и она действительно дает эффект. Особенно самый мой любимый продукт – это крем из этой линейки. Вот это вот я просто обожаю. Ну, стоящее, чтобы не показывать вам пустую банку. Действительно восхитительный продукт. Легко ложится. Он такой по консистенции, как крем-гель. Великолепно работает цветом лица. Давайте вспомним вообще, что делает альфа-липоевая кислота. Альфа-липоевая кислота – это непревзойденный антиоксидант. Особенно если у нее есть такие помощники, как витамин С и Е. В синергии они действуют вообще великолепно. Альфа-липоевая кислота, как показывают научные исследования, способна немножечко вспять, обращаясь в процесс гликации коллагена. То есть это засахаривание волокон коллагена, вследствие которого они становятся, эти волокна, менее эластичными, более хрупкими. Образуются спайки-шивки. Исследования последние показывают, что и участие в восстановлении эпидермального барьера альфа-липоевая кислота принимает. То есть это хороший такой компонент, как минимум антиоксидант, как максимум он борется с возрастными проявлениями, причем с таким сложным явлением, как гликация, с которым вообще очень мало какие компоненты работают. На упаковке может быть написано либо альфа-липоевая кислота, либо тиоктовая кислота. Это одно и то же вещество. Чаще всего такое распространено более название альфа-липоевая кислота, но когда вы будете смотреть состав, то по номенклатуре NCI там будет написано Teactic Acid. Что еще входит в эту линейку? Крем для глаз. Вот он вот в такой вот упаковке с носиком, не в баночке, не путайте, потому что мы сегодня с вами еще и обсудим крем из этой же линейки, но в баночке. Он в такой же упаковке, фиолетового цвета, поэтому их легко перепутать. Что делает вот этот вот крем и что вообще он из себя представляет? В общем-то, основные ингредиенты всей этой линейки, они дублируются и в креме для глаз. Еще хотела обсудить с вами такой компонент, который входит во многие продукты из этой линейки. Это Aristoflex, так называемое вещество, которое используется в косметике для того, чтобы увлажнять, смягчать кожу и придает рецептуре такую удивительную бархатистость. При этом это не какие-то силиконы. Какая особенность этого крема? Крем очень легкий, он недостаточно увлажняет кожу. То есть, если все предыдущие продукты, сыворотка, крем, для меня были очень комфортны, и большего мне было не нужно, то от крема мне не хватало увлажнения. Поэтому этот крем я использовала как базу, фактически как сыворотку, а сверху наносила другой крем Adermo E, который я вам сейчас покажу. Итак, это был крем в баночке, достаточно густой по своей текстуре. Он очень сильно отличался от крема из линейки с альфа-липоевой кислотой, потому как он ощущается на коже, как он вообще действует, потому что крем совершенно другой по своему составу, на самом деле. В нем содержатся пептиды, причем пептиды сигнальные, то есть это тоже антивозрастной крем, но совершенно другого профиля. По большому счету, вы можете смело их сочетать или использовать в разное время суток, потому что они совершенно разного действия. Несмотря на то, что они так похожи по упаковке, как будто бы из одной линейки, потому что они фиолетового оба цвета, упаковка сама, картонная фиолетового цвета, они совершенно разные. То есть здесь уже вы используете компоненты, которые с разных сторон подходят к проблеме старения. И еще раз повторюсь, текстура. Все-таки у того крема потрясающая была текстура, неудивительно, там стеариновая кислота в составе содержится, которая вот такие вот скользящие, приятные ощущения создает. Это, кстати, тоже способствует смягчению кожи. Поэтому, если у вас кожа возрастная, но более сухая, выбирайте крем с коллагеном и пептидами. Если кожа нормальная, не тонкая, нет какой-то особой чувствительности, вы можете курсом пройти вот такой вот продукт. Кстати, про очищение. Слоната я и не заметила. У меня аж вот здесь вот такая вот большая коробочка стоит. Это новинка от этого бренда. Их универсальный очищающий бальзам. Опять же, видите, такая упаковка какая-то красно-фиолетовая. Удивительный здесь совершенно состав, потому что, конечно же, это ни при каких обстоятельствах не может быть бальзам, например, на основе минерального масла. Здесь исключительно натуральные масла. Масло сафлора, масло подсолнечника, масло ши, камелия, витамин Е. Здесь есть экстракты бергамота и апельсина, но они на самых-самых последних местах. Я никакой пагубной реакции, раздражения или чего-то такого от этого бальзама не почувствовала. Текстура у него очень плотная. Вот посмотрите, сколько у меня ушло этого продукта, наверное, месяца за два. То есть он даже наполовину еще не израсходован, потому что нужно совсем-совсем чуть-чуть этого бальзама. Он очень тягучий, такой густой, пластичный. Вы распределяете его по коже. Обратите, пожалуйста, внимание, что это тот бальзам, который вы, смывая полностью, ощущаете все равно немножко на своем лице. Это не неприятное ощущение, как, например, у Понс есть такой бальзам-крем. Наоборот, это ощущение такой, как будто бы смягченной очень кожи, очень приятные. Но вот кто любит, чтобы тотально кожа была очищена, и чтобы вообще никаких ощущений от бальзама не было на коже, тогда это не ваш вариант. И, конечно, не забывайте, пожалуйста, что бальзамы – это первый этап очищения. После него вам обязательно нужно будет воспользоваться еще какой-то пенкой. Давайте, если уж мы начали с вами говорить об уходе за глазами, поговорим об еще одной новинке вот этого бренда – это их патчи. То есть даже таким, казалось бы, как мне раньше казалось, консервативным достаточно брендам, у которых очень долго не обновляется ассортимент, и, в общем-то, они представляют нам все время один и тот же, появляются вот такие вот интересные прогрессивные продукты. Это патчи на основе каррагинана. Я уже вам говорила, что водоросль каррагинана – это водоросль, которую можно назвать таким силиконом, подаренным нам природой, но при этом это водоросль. Патчи на основе каррагинана – они предпочтительные, потому что все-таки, как показывают такие исследования внутренние, они не нарушают вот этого дыхания, да, то есть это не тотальная окклюзия, не пленка какая-то, понимаете, под которой все преет, разбухает, и вам кажется, о, морщины меньше стали. Каррагинан, по идее, он очень хорошо растворяется в воде, через него проникает жидкость, любые испарения, то есть, по идее, жидкость, да, вода, которая испаряется у нас неминуемо с поверхности кожи, она должна нормально проходить через эти патчи. Так, во всяком случае, замысел автора таков. Так что, если говорить о вреде патчей, то, пожалуй, патчи на основе каррагинана, они наиболее безвредны, их можно использовать даже, там, несколько раз в неделю, например. На третьем месте, после глицерина, а во всех этих патчах всегда есть глицерин, находится неоцинамид. Здесь стабильная форма витамина С, экстракт огурца, кофеин, это для тех, кто страдает отеками. Патчи мне очень понравились. Вот насколько я равнодушна к патчам, эти патчи мне понравились. Их можно, вы знаете, накладывать не только под глаза, но и на носогубные складки, на межбровную морщину. Это мне понравилось. Вот еще раз повторюсь, как я вообще не понимаю, в общем-то, патчи, вот эти патчи одни из лучших, пожалуй, которые я пробовала, это я совершенно без толики сомнения вообще могу вам сказать. Следующее, что у нас будет на очереди, давайте поговорим о легком креме увлажняющем. Это тоже новинка, из той же линейки, что и вот эта вот пенка. Это увлажняющий крем, он совершенно необычный, у него удивительная текстура. И он такой студенистый, водянистый, потому что в нем, опять же, много гриба от Ремела, который я очень люблю. И есть еще такие желеобразные вкрапления в этом креме. Крем полностью впитывается, то есть он подойдет даже экстремально жирной коже, но при этом, как часто бывает у кремов легкой текстуры, здесь нет ничего сушащего и вредного, например, простых спиртов. Потому что очень часто производители, создавая такие легкие текстуры, прибегают к помощи простых спиртов, чтобы вот этот гель, например, он легче испарялся. Здесь ничего плохого нет, здесь исключительно увлажняющие, смягчающие компоненты. Например, экстракт алоэ, глицерин, причем растительный, три глицериды, витамин В5, дамасская роза для улучшения цвета лица, камелия, зеленый чай. Вы знаете, что благодаря катехинам он является прекрасным антиоксидантом, даже витамин С в какой-то степени может превосходить. Здесь есть компонент, который часто путают с пептидами меди, он называется Купер ПСА, но это не пептид, это компонент, который очень хорошо, на самом деле, увлажняет кожу и при этом себорегулирует. Обычно этот компонент встречается в косметике для жирной кожи. Жирные кислоты здесь есть, то есть это вариант действительно увлажняющего, восстанавливающего, успокаивающего крема на каждый день, для любого типа кожи, в особенности, я думаю, все-таки для жирной, потому что сухой коже хочется чего-то и поплотнее, чего-то более такого липидовосстанавливающего. Это замечательный продукт, мне он очень нравится. Я, бывает, наношу его, потом проходит время, например, там 30-40 минут, и я еще по желанию наношу, например, какую-то ночную ухаживающую маску. То есть это мой верный друг и помощник, и еще раз, на iHerb какая-то проблема с переводом. Здесь нет ничего щелочного, наоборот, здесь везде указано, что это PH балансирующие продукты. Замечательный, базовый, удивительный совершенно по текстуре, интересный, необычный продукт. Далее, еще одна относительная новинка бренда, это Scrap Detox на основе микроводорослей. Вообще, вот эта вот вся линейка, которую я сейчас вам буду показывать, зелененького цвета, она вся с водорослями, и это очень хорошо, потому что вы знаете, сколько положительных эффектов есть у водорослей. И вот, в частности, в этой линейке есть вот такой вот скраб. Я этот скраб не использую как скраб, я использую его как маску, потому что он очень хорошо увлажняет, он улучшает цвет лица, а вот как раз скрабирующие частички, которые здесь есть в составе, мне совершенно не нравятся. По-моему, это частицы кокосовой скорлупы, если я правильно помню, и они ощущаются как достаточно агрессивные, их здесь достаточно много. Поэтому как скраб я этот продукт не использую, использую как маску, и здесь мне все очень нравится. Увлажняет кожу, немного снимает отечность, здесь есть антиоксиданты, смягчающие компоненты. В общем, мне все очень нравится, кроме вот этих вот скрабирующих частичек. Если вы хотите также использовать этот продукт, как маску, то я могу вам его порекомендовать. Следующие два косметические средства из этой линейки, они совершенно удивительные. Я считаю, что это продукты, которые нужны всем и каждому. Один из продуктов – это сыворотка, которая в том числе защищает от голубого излучения, то есть от излучения компьютеров и телевизоров. А второй продукт – это спрей-мист для лица, используемый для этих же целей. И у серума, и у миста интересный цвет, такой серо-зеленый, не очень может быть приятный, но это цвет водорослей, который входит в состав. Сыворотка, не знаю, у меня что-то осталось здесь или нет. У нее совершенно восхитительная консистенция, она великолепно увлажняет, она потрясающе ощущается на коже, но при этом она как будто бы водянистая, то есть она моментально просто впитывается в кожу, и лицу так комфортно. Я использую эту сыворотку как базовую, с любыми другими косметическими продуктами, которые у меня есть. Она ни с чем не конфликтует, ничему не мешает, она очень легко ощущается на коже. Не могу зафиксировать, какое у нее защищающее действие от голубого излучения, но по своему составу, по своим свойствам, она так хорошо увлажняет кожу, и как будто бы даже хорошо как-то удерживает влагу в коже, при этом она такая легкая, я ее в основном использовала летом и ранней осенью, ну вот она у меня закончилась, поэтому сейчас уже ее не использую, но продукт совершенно замечательный. Могу посоветовать опять же всем и каждым, и молодой коже, и зрелой коже, это подойдет абсолютно любой женщине, мужчине, молодому человеку, девушке, без всяких сомнений. Еще один продукт из этой же линейки, сюда причем входит тонизирующий компонент, например, экстракт имбиря, женьшеня, сюда входит черный уголь, разные водоросли, причем комбинация этих водорослей в каждом из этих трех средств, она индивидуальная, то есть состав средств не повторяет друг друга. Сюда же входит, например, лютеин, вот в эту вот сыворотку, сыворотку хочу сказать, но это мист. Это небольшой вот такой вот флакон, приятного цвета, но я сначала подумала, что это жидкость там такого цвета, но нет, жидкость все такого же, вот коричневого, какого-то серо-зеленого цвета, видимо, для того, чтобы не пугать клиентов, они вот покрасили флакончик, потому что никто не хочет брызгать себя черно-коричнево-серым мистом, я так подразумеваю. А так зелененькое, приятненькое. Что это такое? Опять же, все те же компоненты, легкий совершенно мист, как вода, который для того, чтобы защищать кожу от голубого света, снимать отечность, дренировать, тонизировать кожу. Если говорить о мистах для лица, как о категории, хотя я не фанат мистов для лица, вообще не использую их, мне кажется, это лучшее, что может быть. То есть использовать мист, который увлажняет кожу, который полностью натуральный, который не отяжеляет кожу, не растворяет макияж, не оставляет каких-то капель, потому что этот мист, он достаточно мелкодисперсный, очень мелкодисперсный. И плюс еще защищает от голубого излучения. Если говорить о мистах для лица, как о категории продукта, вот этот вот продукт, я считаю, самым достойным. Вот это имеет смысл использовать в течение дня. Поговорим с вами о дополнительных продуктах для ухода. Вот такой вот пилинг есть у бренда Dermae, который называется мгновенное сияние с витамином С и цитрусами, с гликолевой, кстати сказать, и с молочной кислотой. Выглядит он просто изумительно. Это такая оранжевая баночка, внутри которой находится пюреобразная такая консистенция с кислотами, ярко-оранжевого цвета, изумительно пахнет, хочется съесть, скажу вам честно. Выглядит очень аппетитно. Я этот пилинг купила второй раз. Некогда он был у меня много лет назад, и я подумала, вдруг уже мое мнение о кислотах изменилось, я уже такой прогрессивный пользователь, скажем так, продуктов с кислотами, думаю, дай-ка попробую. Так ли мне понравится этот пилинг, как тогда? И могу сказать да. Ему нет равных, он какой-то особенный. Во-первых, он дарит большое эстетическое удовольствие от использования. Во-вторых, он все равно достаточно мягкий, но при этом он хорошо делает свое дело. И действительно, после того, как вы смываете этот пилинг, вы получаете эффект того самого мгновенного какого-то улучшения цвета лица, который обещает производитель. Люблю этот пилинг, приятное баловство, но при этом очень хорошо действует. Кстати, помимо гликолевой и молочной кислоты, в этом пилинге есть также фитиновая кислота. Фитиновая кислота прекрасно отбеливает кожу, она не вызывает аллергию, при этом она мягко, но уверенно делает свое дело. Обладает кератолитическими свойствами, отбеливающими свойствами, и мне кажется, в комплексе с другими компонентами и с альфа-гидроксикислотами она дает тоже превосходный результат. Далее, продукт, который появился совсем недавно, это Acne Control Treatment Serum на основе салициловой кислоты. Это средство, которое нужно наносить точечно, в маленьком-маленьком вот таком вот флакончике с дозатором, и там совершенно такая бесцветная, желеобразная, гелеобразная такая вот жидкость, которую вы наносите точечно, но все-таки помпа выдавливает очень много продукта. Вот здесь вот я вынуждена вам сказать, что я не заметила какого бы то ни было эффекта от этого продукта. Я знаю, что очень многие любят наносить салициловую кислоту точечно на воспаление, на ком-то это работает, на мне это никогда не работало. Какие продукты у меня были, но я их вам здесь не показала. Это ночной пилинг для лица, причем написано также в русском переводе, что он скраб, но это никакой не скраб, это сыворотка с небольшим содержанием кислот, там на втором месте находится гликолевая кислота. Сыворотка достаточно мягко на самом деле действует, но эффективно, я думаю, благодаря тому, что там комплекс масел кондиционирующих, включая масло жожоба, оскорбил, пальметат, эфир, витамина С, там есть в составе, очень мягкий продукт, но при этом хорошо действует. То есть если вы пользуетесь им регулярно, то есть если вы пользуетесь им регулярно, вы увидите эффект. Если вы новичок в кислотах, кстати, попробуйте начать именно с этого продукта, он совершенно не агрессивный. И второй продукт, которого здесь у меня нет, но который у меня был, это микрошлифовка для кожи от бренда DERMAE. Сейчас, попробовав микрошлифовку от бренда ZELIC, я могу сказать, что DERMAE чуть более, во всяком случае раньше так было, чуть более жесткая в своих отшелушивающих характеристиках, чем шлифовка от ZELIC. И если после шлифовки DERMAE было такое ощущение, идеально прямо, знаете, начищенной такой, отшлифованной кожи, то после шлифовки DERMAE, наоборот, ощущение смягченной, увлажненной, но при этом такой мягкой, хорошо отшлифованной кожи. То есть они немножко разные. Если у вас кожа более плотная, более жирная, то я думаю, вам как раз микродермобразие DERMAE понравится больше. Мне кажется, про все продукты я вам рассказала, ничего не забыла. Какие-то из них я уже потеряла, потому что это пустые флаконы, то ли выкинула, то ли куда-то завалились у меня. Но тем не менее, с брендом DERMAE я знакома достаточно хорошо. Я люблю этот бренд, я очень уважительно к нему отношусь. Я вижу эффект, что самое главное, от тех продуктов, которые бренд предлагает. Опробовали ли вы что-нибудь от бренда DERMAE, как он вам, какие ваши самые любимые или, может быть, нелюбимые продукты, поделитесь, пожалуйста. Всего хорошего. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok